Тверской государственный медицинский университет отметил круглую дату 85 лет со дня основания своего предшественника. Как известно, наш вуз был образован на базе Ленинградского стоматологического института, основанного в 1936 году. Наша съемочная группа побывала на торжественном мероприятии. Все знают дату основания Тверского медуниверситета. 1954 год. Однако многие забывают, что Калининский мединститут появился на базе Ленинградского стоматологического. Его перевели в Верхневолжье в рамках восстановления областной системы здравоохранения, разрушенной в годы войны. За все это время наш вуз заслужил самую положительную репутацию. Это кузница кадров не только Тверского региона. У нас 9 наших регионов, которые являются целевиками. Мы являемся обучающей стороной для целевиков 9 регионов Российской Федерации. У нас сегодня 48 стран мира учатся студенты. Сейчас в Тверском медуниверситете обучаются только на очной форме более 2,5 тысяч студентов. Здесь работают около 500 преподавателей. При этом вуз занимается не только научной работой. С самого начала пандемии коронавируса его коллектив вступил в борьбу с ковидом. Здесь создали целые бригады из обучающихся и ординаторов, которые были отправлены в стационары. Это двойная польза и польза для будущих врачей, что они сейчас в таких трудных условиях проходят практику. И, конечно, польза большая здравоохранению, когда нагрузка на здравоохранение увеличилась кратно. Поэтому без вот такой тесной связи, взаимопомощи, взаимодействия Тверскому региону пришлось бы действительно очень трудно. Праздник, прошедший 3 декабря, стал заслуженной наградой для коллектива университета. В ходе торжественных мероприятий состоялось вручение новой премии имени основателя Ленинградского стоматологического института Захария Пирятинского. Ее получили выдающиеся тверские ученые-медики. Кстати, за всем этим, кроме прочих почетных гостей, наблюдала чрезвычайный и полномочный посол Шри-Ланки. Это стало еще одним подтверждением того, что Тверской медуниверситет имеет без всякого преувеличения международную славу.